Внимание! Техническая проверка! Повторяю, техническая проверка о получении качества речи доложительных центров Венигород. Время 10 часов 1 минута. Ежегодно 4 октября в России отмечается День гражданской обороны МЧС России. Уже стала традицией в это время проводить всероссийские учения по гражданской обороне. Тренировка будет проводить 3 этапа в 3 дня. То есть будет проведено 2 этапа по гражданской обороне мероприятия выполнения. И третий этап это выполнение мероприятий по чрезвычайным ситуациям. Это будет тренировка плановая. Поэтому все службы, начальники службы, службы подготовлены к тем мероприятиям, которые будут определены вводной для выполнения этих мероприятий. Утро для руководящего состава города началось в 6 часов. Работающая в круглосуточном режиме единая диспетчерская дежурная служба, находящаяся в режиме готовности приема сигнала, принял сигнал о тренировке в 6.06. Следующий сигнал уже тут же поступил в 6 часов 19 минут. Это угроза возникновения крупномасштабного чрезвычайной ситуации. Наша основная задача все-таки принять сигнал и передать в нужное, нужному получателю в зависимости от характера сигнала. Дежурная по городу запустила оповещение руководящего состава, который должен прибыть к главе города на совещание по гражданской обороне. Это происходит автоматически. Система с прутом форм имеет возможность в автоматическом режиме по заранее заготовленным спискам рассылать смс. В смс-сообщении всего два слова. Общий сбор. Место сбора. Овальный зал администрации города. Здесь уже проходит видеоконференция, которая транслируется из главного управления МЧС России по Московской области. Затем глава города озвучивает основные задачи, поставленные перед штабом по гражданской обороне и руководящим составом. Первое. Ввести круглосуточное дежурство руководящего состава гражданской обороны в пунктах постоянного размещения условных. Я обращаю внимание, что наш город не относится к категорическим городам и муниципальному образованию. Поэтому вот эта тренировка у нас будет проводиться в условном формате. Но это ни о чем не говорит. Все на полном серьезном. То есть в своем докладе вы должны показать, что вы владеете ситуацией и вы знаете, что делать. В муниципалитете организуется работа комиссии по эвакуации населения, которую возглавляет первый заместитель руководителя администрации Анна Куманова. В случае чрезвычайной ситуации наш город примет население Северного административного округа Москвы. Людей надо разместить, обеспечить одеждой и питанием. Проводится также заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики. Комиссию возглавляет заместитель руководителя администрации города Екатерина Сорокина. В течение всех дней тренировки дежурные по городу продолжают следить за поступлением сигналов. Мы знаем, как действовать по тем сигналам, которые приходят. Если это сигналы управления, значит мы их передаем и по ним решения принимают другие люди, высшестоящие уровень. Если это сигналы чрезвычайных ситуаций в пределах города, такие водные тоже за это время могут поступить, мы их отрабатываем сами, так как это наша обязанность. В любое время мы готовы принять информацию по поводу чрезвычайной ситуации и отработать ее. Для этого не нужно и учений. Ситуации с отключением тепла или света аварии на инженерных сетях периодически случаются, и лобнинцы прежде всего набирают номер 112. Так, например, было и в день начала учений. На Красной Поляне отключили воду в связи с ремонтными работами по замене труб, которые проводила лобнинская теплосеть. Воду отключили в нескольких домах на несколько часов. Сотрудники единой диспетчерской дежурной службы ЕДДС четко последовали разработанному алгоритму действий и оперативно решили возникшие вопросы. В отличие от лобнин, которая не относится к категорийным по гражданской обороне городам, а потому учения носят условный характер, в 29 муниципальных образованиях Подмосковья учения проходят в практическом формате. Завершатся они 7 октября. С учетом всех замечаний, которые появятся в ходе тренировки по гражданской обороне, МЧС России подготовит предложение по развитию системы гражданской обороны.